Церемония открытия дня города началась в полдень на стадионе Спартаковец. В течение часа ярославцы, пришедшие в центр города, смогли увидеть и услышать творческие коллективы со всей области. Свадебные лимузины сделали церемонию открытия еще ярче, но главным украшением праздника все-таки были дети, выступления которых удостоились самой большой порции аплодисментов. Вот тут бой, свободный день до полей, и поют фонтаны на бульварах, пары смотрят любя, все на тебя, вместе мы, он, ты и я. С площади юности стартовал марш духовых оркестров, где собрались музыканты почти со всей России, которые охватили звуками марша все центральные улицы города. Тем временем на Советской площади проходили мастер-классы по изготовлению открыток и цветов. Юных рукодельниц и следящих за действием зрителей развлекали песнями музыкальные коллективы. А на Кирово гончары раскрыли всем желающим секреты изготовления глиняной посуды. У фонтанов расположились ремесленники из Костромы, Иванова и Владимира. Мастера прямо на глазах у публики за пару минут сделали настоящие игрушки-обереги. В парке Тысячелетия в это время проходил фитнес-час, который проводили озорные девушки из танцевального коллектива. А совсем недалеко от них проходил чемпионат по брейк-дансу. Любители активного отдыха посетили спортивно-семейный праздник на Маракане, где был организован пинг-понг, батут и хоккей. Также настольные игры и творческие мастер-классы. А еще каждый желающий мог сфотографироваться в экипировке любимых команд. А за городом прошел джип-фестиваль «Медвеж-жесть», в котором участвовали 60 гонщиков из разных городов России. Джип-триал считается самым зрелищным из видов автомобильного спорта. Соревнования проходят на маленькой территории, а трасса разбита на несколько секций. Хорошо просматриваем их со всех сторон. Этот день мы будем еще долго вспоминать с улыбкой, а я желаю вам как можно больше ярких впечатлений и самого доброго утра!